Хочу поменять место жительства в пределах РФ. Как убрать страх перед началом действия? Мне 63 года. Вы никуда никогда нельзя. Однозначно никогда. Значит, у вас, если есть желание что-то поменять, значит, вы на что-то опираетесь, на какую-то материальную базу, на какие-то собственные свои представления. То есть вы хотите возместить недостаток чего-то, что отсутствует на сегодняшний момент в вашей жизни. Значит, сначала выбирается координация, где это можно обрести. Когда выбралась точка, территория какая-то, тогда обязательно туда нужно поехать. Самое лучшее – это когда выбирается несколько точек и, условно, снимается жилье или есть какие-то родственники, в зависимости от того, какая у вас ситуация. И вы туда приезжаете в тот период жизни, когда, ну, допустим, много солнца, если вам солнца не хватает. Или наоборот, когда вы хотите чуть-чуть похолоднее и как-то, ну, затяжная хорошая осень. Или наоборот, снежная зима. Вы выбираете из расчета период времени, зачем вы туда едете. Вы хотите увидеть, вот действительно вы решили то, что вам не достает в этот, ну, сезон, да. Вот это действительно для вас нужно. И живете спокойно там две недели и просто наблюдаете, просто гуляете. Насколько, как ни парадоксально это звучит, принимает вас эта территория или не принимает. Насколько люди, обращающиеся к вам, часто встречаются на вашем пути. Насколько вы начинаете спокойно на этой территории ориентироваться. Или вообще вас никто не замечает. Или вы рассчитывали на какие-то свои представления, это не будет соответствовать тому, что вы увидите. Выбирать нужно только тогда, когда вы точно понимаете, что это ваша территория, что там есть то, чего вам не достает достаточно длительный промежуток времени. И самое главное, что то, чем вы занимаетесь, там система занятости, как бы то ни было, да. То ли вы привыкли в своем доме жить, то ли вы привыкли жить в квартире. И квартира, она тоже где-то должна находиться в привычных, в более для вас понятных системах доступа к магазину, к больнице, там еще к чему-то. Ну в чем вы сейчас находитесь? Вот это среда обитания, в которой вы сейчас находитесь. И куда вы хотите уйти, вот уехать, вернее, вот там, где уехать, она должна чем-то быть дополнена сегодняшним вашим проживанием, но никак не должна быть хуже от того, что вы на сегодняшний день имеете, где вы живете. И обязательно туда нужно съездить, для того, чтобы не было опрометчивых поступков. Почему? Да потому что, к сожалению, мы часто убегаем из каких-то неприятных условий. Но мы никогда не идем, не едем, не проверяем, куда мы хотим попасть. А если это в никуда, то там будет однозначное разочарование, потому что вы убегаете откуда-то. А нужно куда-то с пониманием, как это будет выглядеть, и с абсолютным таким осознанным состоянием спросить у себя, это действительно то, чего я хочу? Тогда, во-первых, у вас включится воодушевление. Тогда у вас просто начнет что-то получаться. И тоже не забывайте о том, что когда вы отсюда так или иначе будете уезжать, вы потеряете какое-то количество из своих знакомых, какое-то количество того, что для вас было это дорого. И вы должны понимать, что там это вам должно возместить. Что-то там, куда вы хотите переехать, должно быть более емко, более для вас значимо, чтобы пока пройдет адаптационный период, вы не должны ни разу не подумать о том, что вам здесь плохо. Потому что как только вы подумаете, что плохо, пойдет откатная система, и состояние сожаления будет потихонечку, потихонечку разъедать. И вы начнете, или как любой другой человек, начнете видеть, что не нравится. И перестанете обращать на то, ради чего вы выбирали эту территорию. Вот с этой стороны посмотрите, я думаю, что гораздо проще будет принимать решение, но по крайней мере, и будет более обоснованное, более осознанное.